Поражает чистое идеологическое манипулирование понятиями социализм, капитализм, правое и левое многими людьми. И суть проблем кроется как раз в той самой идеологии, когда все эти моменты и аспекты были идеологизированы. Хотя тот же самый капитализм, например, опирается на труды того же Карла Маркса и Энгельса, также часто цитирует Ленина. Так как и Ленин, но он использовал капитализм в качестве жупела для того, чтобы показывать, что нужна альтернатива. Плакат вы видите на своем экране. Мы насаждаем жизнь два мира, два плана. Они сеют смерть. То есть капитализм сеет смерть. Начало 1950-х годов. Кстати, плакат. В разгар Первой мировой войны теоретику коммунизма Ленину крайне понадобилась концепция краха капитализма и перехода к новому общественному устройству, над которой в свое время корпели социалисты-утописты, марксисты, все, кто стремился к режиму социального равенства. Вы, когда вот слышите эти слова, вы сравниваете с нашей временем, когда мы говорим о крахе левацкого, либерального, либеральной демократии, да? Все кричат об этом, то есть крах, крах, он наступает и хотят предоставить альтернативы. Но вот приблизительно то же самое с капитализмом в то время происходило. В работе империализм, как наивысшая стадия капитализма, он называет монополистический капитализм последней стадией капитализма предпосылкой социалистической революции, поскольку монополия, вырастающая на почве свободной конкуренции, и именно из свободной конкуренции является переходом от капиталистического к высшему общественно-политическому укладу, под которым понималось бесклассовое общество, построенное на коллективной собственности. При этом наследие капитализма, объективные принципы, на которых он устроился и достиг больших успехов в создании индустрии и производстве материальных благ, не были должным образом оценены. Определенную Лениным обреченность капитализма большевики восприняли как руководство к действию, сигнал переходить к практической реализации теории классовой борьбы. К чему это привело, я думаю, вы понимаете. Февральская революция 1917 года была вскоре остановлена Октябрьским переворотом, а российский капитализм не только себя исчерпал, но и отягощенный крепостническими атовизмами не достиг уровня адекватного ленинской схеме развития. Путь, по которому пошла Россия в 1917, был отклонением, путем в никуда, в тупик. Капитализму был брошен самый большой в его истории вызов. То есть видите, что Ленин построил все свое как раз на крахе капитализма в России. Капитализм как система общественно-экономического порядка, преодолевая путь от мануфактуры до машинного производства, базировался на частной собственности, на орудия и средства производства. На рыночной экономике, на вольно-наемной рабочей силе был результатом развития продуктивных сил, знаний и опыта всей предыдущей эпохи, что в свою очередь вело к быстрому росту производительности труда, ускорению технического прогресса. Как следствие, исчезает принудительный труд крестьян крепостных, растут города, центры производства товаров. Когда это началось? Историки по-разному подходят к хронологии начала капитализма. Раньше это ассоциировалось с революцией 1640-1649 годов в Англии. Теперь с открытием Америки Христофором Колумбом. То есть, мол, с того времени как раз все и началось. Ну, понимаем, что это условные даты. Бесспорно, рост обмена, в частности с Новым Континентом, американское золото повлияли на развитие капитализма, внесли в его деятельность неотъемлемый элемент конкуренции, как проявление экономического соперничества производителей и собственников. Но заметьте, что экономика, по сути, и вот это вот пришествие Христофора Колумба на Новый Континент кормили сами себя. Но не туземцам же они везли все это. С туземцами они что делали? Не порабощали и забирали у них все практически. А основывая свои колонии, расширяя их, они создавали новые рынки сами по себе. То есть, из самих себя отпочковывали новые рынки. И в результате получился обмен с этими новыми рынками. То есть, самими собой, но уже расширенными в пространстве и времени. В начальной стадии капитализма стал свободный капитализм. Время, когда рынок наполнялся товарами. Термин капитализм происходит от слова капитал. Деньги, понятно, да, вложенные в производство, способные приносить прибыль. Нормальное функционирование производства товаров обеспечивает финансовая и банковская системы, которые были созданы к тому же времени. При этом, вольнонаемная и оплачиваемая рабочая сила способна, в отличие от рабов и крепостных, производить качественную продукцию. Свободный капиталист доминировал в последние трети 19 века. Благодаря усовершенствованию техники производства, появлению новых технологий, рынки наполняются товарами. Разворачивается процесс острой конкуренции, в которой выживали сильные и хорошо организованные. В погоне за прибылем идет стихийный объединительный процесс одних против других. Создаются картели, синдикаты, концерны. Они разоряются. Одни разоряются, другие достигают успеха. Круг капиталистов сужается. Монополия становится характерным признаком производства, что свидетельствует об исчерпании не капитализма, а только стадии. То есть, снова же, когда многие говорят о крахе современного либерального общества, то они не подразумевают такой момент, что, мол, возможно, это лишь стадия, которая дальше приведет. И опять же, что такое либеральная демократия? На чем она основана? На том же самом капитализме, который и определяет либеральную демократию как стадию самого себя. Да. И какая последующая стадия? Вот в чем вопрос состоит. А не просто вот такие ярлыки, может, капитализм подох или либеральная демократия подохла. Это можно говорить в сердцах, в эмоциях, как я иногда тоже заявлял. Но в перспективе, рассматривая то, что будет в будущем, мы должны также понимать, что наши представления могут точно так же, как и у Ленина, быть ошибочными. И привести к тупику, который привел, по сути, его последователей план развития. Так как это неразрывно. Ясно, что Ленин многое не смог реализовать. Безусловно, если бы он свое реализовал, а уже не Сталин это все порушил, было бы гораздо, по всей видимости, лучше. Но факт есть факт. Пришли все равно в тупик. Стадия монополистического капитализма, с одной стороны, то есть был свободный, потом монополистический капитализм, как раз в XIX веке основные династии миллиардеров современных сформировались. Стадия монополистического капитализма, с одной стороны, время создания мощной машинной индустрии, завершения промышленных переворотов. С другой, рост конкуренции за владение рынками, монополизация которых тормозила научно-технический прогресс и побуждала национальной экономике преодолевать государственные границы. Приводила к разделу и переделу мира и появлению колониальных империй, вследствие чего завязывались узлы опасных конфликтов. Выход из острой ситуации в Первой мировой войне найден не был, а переворот в XVII в России еще более усугубил ее. Имперская идея Третьего Рима четко очертилась в формате коммунизации мира. Масштабностью концентрации сил и средств на ее осуществление большевистская власть десятки лет оправдывала системную невозможность обеспечить более или менее нормальный уровень жизни миллионов людей. Предостерегая их, кто не с нами, тот против нас. Таким образом она обеспечила себя от каких-либо социальных обязательств перед обществом. А когда обещали, цель будет достигнута, наступит семерное счастье. Но почему-то оно постоянно не наступало. Постоянно находилось в будущем. Впрочем, как и раньше, капитализм выход нашел. Конец был, но только стадии. Английский экономист Джон Майнард Кейнс уже в 1920 году предлагал правительствам прибегать к регулированию экономики. Материализация его идей в оживлении жизнедеятельности производства полнее всего была опробирована в годы мирового экономического кризиса 29-33 в США, что продемонстрировал новый курс Рузвельта. То есть, когда говорят, что США воспряли именно благодаря Второй мировой войне, это неправда. Во всем мире произошел слом уже перед Второй мировой войной. То есть, переход от свободного и монополизированного капитализма к фактически управляемому капитализму. И здесь мы видим нечто, что противоречит современным, например, либертарианским взглядам. Но часто люди, которые исповедуют ту или иную, в частности, либертарианскую идеологию, они основывают все на своих постулатах. Но не все постулаты не для всех времен подходят. То есть, это тоже нужно учитывать. И, кроме всего прочего, есть объективная история, которая явно нам показывает, что не все так гладко, как многим хотелось бы. И что есть объективная реальность, которая произошла так, как уже произошла. Новый курс вывел США из глубокого экономического кризиса. Сблизил непримиримых для коммунистов врагов рабочих и работодателей. Первые осознавали, что высокий уровень жизни достигается не классовой борьбой, а успехами производства. Вторые, выплачивая достойную работников зарплату, ощутили устойчивую почву под ногами. Благодаря им сейчас многие работники тоже имеют право на достойный образ жизни. А до этого нет. Успехи нового курса означали, на смену монополистической пришла стадия государственно-монополистического капитализма, которая выражалась по всеместному регулятивному участию государства. То есть, рационализации, модернизации, диверсификации. В социальной сфере его участие в решении конфликтов между предпринимателями рабочей силой становилось определяющим. В 80-е годы 20 века характерны процессами изменения соотношений между занятости в сфере материального производства и сфере услуг. Экономика полностью сломалась. Она переменилась. То есть, сфера услуг вышла на первое место, а материальное производство задвинулось. Вторая по количеству занятых в несколько раз происходит первую. Это сейчас. С одной стороны. А с другой, рожденная кризисами безработица, находит выход в малом и среднем бизнесе. Где рабочий и владелец выступают в одном лице. Люди, ранее работающие по найму, приобщаются к собственному интересу. Крупные корпорации, заинтересованные в социальном покое, оказывают им техническую, административную и даже финансово-материальную помощь. Открывают для них курсы, выдают пособия, организовывают консультации. Государство не спешит с их налогообложением. Ну, в нормальных странах, да, к нам это не относится. Казна не получает налогов, но уменьшаются затраты на помощь безработным. И, соответственно, денег все равно в экономике становится больше, так как тех, кто производит что-то, становится больше. Продолжается распыление собственности, меняется социальный состав населения. Уже тогда свыше 80% семей США осуществляли ту или иную форму самостоятельной трудовой деятельности. Как раз за экономикой США лучше всего следить, для того, чтобы понимать, что там происходит и как это потом постулируется на остальные страны. В несколько раз уменьшилось количество заводов и фабрик с многотысячными коллективами. Их место заняли товарно-производственные системы, вокруг которых на конкурсной основе формируется сеть мелких и мельчайших поставщиков, узлов и деталей, субподрядчиков из малого и среднего бизнеса. Конкуренция становится еще интенсивнее. Рынок чувствительно реагирует на запросы производителя. Человеческий фактор перестает быть живым компонентом экономики, становится ее субъектом. 62% ВВП США вырабатывает малая индустрия. Сформировалось общество, три четверти которых – собственники предпринимателей. Их собственность акционерная, индивидуальная, семейная, групповая, неформальная. Сюда же входят и микрофирмы, где владелец один человек. Материальное обеспечение функционирования неформальной собственности – мини-оборудование, как плод НТР. Типаж классического капитализма, который представляют многие люди, и когда слышат это слово, представляют себе это негативно, то есть владелец, рабочий, как символ и факт противостояния, отходит в прошлое. Понятие империализм толкуется лишь как агрессивная политика, никак иначе. Появление массового среднего класса, знающего себе цену, положительно сказалось на укреплении основ демократии, свободы и покоя в обществе. Он опорой защитник ее идей и принципов. Окончательно вытеснил пролетариат, который, по утверждению марксистов, имел лишь собственные рабочие руки и был силой, основная задача которой – разрушить капитализм как уклад. Таким образом, снова, как и в предыдущей эпохе, произошла лишь трансформация капитализма в стадию народного капитализма, который выражается не только в малом и среднем бизнесе, но и в экономической глобализации, чему способствовали интеграционные процессы и создание крупных хозяйственно-политических пространств. Ее суть – сращение национальных экономик в единое мировое хозяйство, в чем особая заслуга науки, новых технологий и инноваций. Глобализация дала жизнь системе транснациональных корпораций, началу формирования единого мирового хозяйственного комплекса, национальные экономики сливаются, товары, услуги, капиталы беспошлино перешагивают границы, страны учатся совместно преодолевать кризисы, что подтвердил процесс выхода мира из последнего кризиса 2008 года. Но нужно добавить, конечно же, что в некоторых странах средний класс, наоборот, начал уменьшаться, и процессы происходят негативные. В других странах мы видим, что либеральная демократия исчерпала себя, и просто-напросто население этих стран требует замены на что-то другое. Ну и вот тут говорится, вместе с тем капитализм не может быть абсолютно совершенным, что противоречило бы объективному процессу прогресса. Он будет продолжаться в новых стадиях, поскольку технический прогресс и новые технологии – генераторы его изменений. Он характеризуется видоизменениями и динамикой, в отличие от окаменелой статистики своего неестественного соперника и оппонента – коммунизма. Надуманные схемы последнего с самого начала были обречены на поражение. Не потому ли в конце 20 века капитализм восстановил свои мировые позиции, а коммунизм, оставив после себя кучу навоза, растворился во тьме прошлого? Ну, тут можно заметить, что в принципе коммунизм кое-что и позаимствовал от социализма и, вернее, капитализм позаимствовал от социализма и коммунизма. И вот как раз та трансформация 30-х годов, благодаря которым вы сейчас имеете обеденный перерыв, работаете там 8 рабочих часов, у вас есть отпуски, все остальные вещи – это как раз все тоже оттуда. Вспоминается далекое прошлое, когда тысячи и тысячи студентов, зубря такой оскомистый предмет, как история КПСС, читали, читали, еще раз читали одни и те же опусы Ленина. Искали что-то удобное для вопросов, вынесенных на практические занятия и, как правило, не находили. Часто в списках обязательной для проработки фигурировала работа государства и революция. У Эврика, не найдя того самого нужного, натыкаясь на воистину перл относительно оплаты труда. Все дело в том, чтобы они, рабочие, работали поровну, правильно соблюдая меры труда и получали поровну. Классик в этом усматривал залог равенства всех и равного права на получение равной доли материальных благ каждым согласно коммунистическому принципу сравнивания возможностей. Так чем, спрашивается, должны заниматься рабочие? Работать или соблюдать меры труда? Ну, то есть, мы понимаем, что в историческом смысле и Маркс, и Энгельс, и Ленин говорили довольно-таки интересные вещи. Но в экономическом смысле Ленин тут точно порол полную чушь, как и многие последователи социализма и коммунизма. Дальше больше. На этой единой коммунистической фабрике все произведенное поступает в общак и распределяется вне рынка через систему прямого товарообмена и предоставления каждому необходимых благ в одинаковом количестве. Зачем? Зачем каждому одинаковое количество? Теперь, думалось, все будут трудиться с энтузиазмом и беспокоиться о наполнении общего котла. Никто не будет стремиться положить в него меньше, а зачеркнуть больше. Так насаждалась практика сдерживания тех, кто хотел и мог работать более производительно, и поощрялась работа тех, кто был контрпродуктивным. Это убивало инициативу добросовестных и делало героями бездельников. То есть, конкуренция исчезала, а с конкуренции исчезает, как мы знаем, жизнь во вселенной. Получалось обычное прокрустово-ложа. Одних обрубали в стремлении к работе, других вытягивали ради получения меры труда. Это стало альфой и омегой, получение всеми гражданами равной доли. В программе коммунистического строительства и распределении, изложенной Лениным в упомянутом труде, сознательно игнорируется то, что у Адама Смита является пружиной развития общества и, прежде всего, производства. Экономическая свобода и неотъемлемо связанный с ней стимул материального интереса индивида. Лишь только в руках частных лиц, акцентирует Смит, начинают скапливаться капиталы. Некоторые из них, естественно, хотят использовать эти капиталы для того, чтобы занять работой трудолюбивых людей, из расчета получить выгоду. То, что для Маркса и Ленина жестокая эксплуатация человека человеком, для Смита справедливое вознаграждение за труд, капитал или владение землей. Снова же, мы понимаем прекрасно, что это, опять же, может измениться в связи с распределенным производством, новыми технологиями, отсутствием потребности в том, чтобы так конфликтовать за ресурсы, если их станет намного больше. Правда, на это все может наложиться расширение человечества на другие миры, но это уже совсем другой вопрос. Миновали ли вместе с коммунизмом угрозы человечеству? Конечно же нет. На его место претендует олигархизм, который неожиданно вклинился между почившим бозекоммунизмом и рыночными трансформациями, как, например, в Украине. Ну и где как раз та самая либеральная демократия, либо методика либеральной демократии помогает олигархизму. Ну и можно многое другое приводить, как пример узурпации власти, та же самая в кавычках демократия в странах, где на самом деле царит диктатура, которая приводится, кстати, для предоставления примера краха либеральной демократии. Но, возможно, да, либеральная демократия умерла, но это лишь одна из стадий капитализма. Что будет в следующей стадии, это уже совсем другой вопрос. Ну, наверняка, не коммунизм, который не имеет под собой просто-напросто объективных каких-то обстоятельств, либо же предпосылок вообще. Так как все поделить поровну никакого смысла в этой вселенной не имеет. Может быть, в каких-то других, да. Но мы живем в этой. Продолжение следует...